В Геленджике масса интересных мест, которые обязательно должен посетить каждый гость города. Всем большой привет! Если вы включили это видео, значит вы еще только планируете посетить Геленджик. Или вам просто стало интересно узнать наше мнение. Тогда мы вам представляем список или топ самых интересных мест этого замечательного города, по нашему мнению. Меня, кстати, зовут Альберт. Вы на канале TreolinRF. Поехали! Первое место в нашем списке, и думаю, с нами никто в комментариях спорить не будет. Это набережная города. И вот почему. Ее длина составляет около 11 километров. На всем протяжении от острова Масы к Тонкому набережная имеет красивейший вид. На набережной расположен Лермонтовский бульвар, укрытый под тенью лечебной Петсунской сосны. Имеются игровые и спортивные зоны, где вы комфортно сможете провести время со своей семьей. Также вы сможете посетить уютные рестораны и кафе с высоким уровнем обслуживания. Или поселиться в 4-звездочной, 5-звездочной отеле или санаторий. Второе место мы отдали сафари-парку. И не зря. Так как на его территории расположен замечательный зоопарк, не уступающий по количеству животных и их интересности Ярославскому, Калининградскому и Петербургскому зоопаркам. Ну и бонусом вы сможете прокатиться на канатной дороге на высоту 640 метров. Имейте в виду, что стоимость канатной дороги вам придется оплачивать отдельно. А чтобы попасть на канатку, вам сначала придется купить билет в зоопарк. А в сумме вам придется заплатить 1580 рублей, если карты. И 1850 рублей, если будете платить наличкой. Парк расположен на трассе М4 Дон. Попасть в парк вы сможете доехать до больничного переулка на автобусе. А затем подняться к мосту через трассу. Или доехать на машине прямо к парку. Третье место мы отдали пляжу Сосновка. Это дикий пляж, расположенный в 3 километрах от центра Геленджика. Это место вы обязательно должны посетить, отдыхая в Геленджике. Здесь открываются потрясающие виды на море. А также вы можете постоять на краю захватывающих двух скал. Добраться сюда, к сожалению, можно только на личном транспорте. Ну или на такси. Стоимость поездки от центра города составит примерно 150 рублей. В городе есть еще одна канатная дорога. Она расположена в парке развлечений Олимп. По ней вы сможете подняться в горы и увидеть город. С высоты 600 метров он будет как на ладони. Приобретая билет за 900 рублей, вы сможете прокатиться на колесе обозрения, находящемся на вершине горы, бесплатно. Помимо этого, там есть и другие развлечения. На территории парка расположен небольшой контактный зоопарк. Он будет интересен маленьким детям. Для взрослых построен концертный зал. Показать его я, к сожалению, не смогу. Он закрыт. Но, судя по схеме, он предназначен для большого количества посетителей. Отсюда фуникулер отправит вас прямо к буквам Геленджик. Также в парке есть пруд. К несчастью, он сильно высох. Лето было засушливое. И бедным уткам в нем стало тесно. Мы находимся на площади перед кафедральным собором Андрея Первозванного. А он пока закрыт. Ведется внутренняя отделка храма. Помимо того, что храм очень красив, особенно в вечернее время, когда включается подсветка, на его территории расположены уютнейший Андреевский парк и сквер 80-летия Краснодарского края. На канале есть более подробное видео о соборе, парке и сквере. Если хотите, посмотрите его по ссылке. Здесь мы заканчиваем наш топ. Если у вас есть свое мнение об основных достопримечательностях Геленджика, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока.